современный театр как создаются премьеры что происходит за кулисами о культурных событиях латвии и европы расскажет программа без антракта доброе утро в риге в морозное солнечное утро в москве не знаю у вас шторы ребята закрыты тоже холодно говорят да ладно и снег мы спрятались в студии радио болтком программа без антракта я ведущий евгения шерменева и с нами на связи из москвы актриса яна сексте здравствуй яна и композитор дмитрий марин здравствуйте спасибо вам открою тайну мы уже давно хотели встретиться но у я на был выпуск спектакля театре и она никак не могла выделить время 11 по москве сейчас 10 по риге ну что красивый февраль мы наконец-то встретили сыграли премьеру ну что яночка спектакль который требовал то есть обычно же как репетиции начинаются в театре жизнь начинается в двенадцать в двенадцать все приходят и подтягиваясь говорят друг другу доброе утро но этот спектакль требовал таких умений и навыков что да репетиция начинается с 10 утра вокальные музыкальные танцевальные движенческие фехтовальные глубоко ночью вы сделали мольера мольер да мольер а в камур но расскажи пожалуйста это же гакова это же какой-то вот по моему за последнее время такой вот чтобы очень оригинальный спектакль потому что я вот слежу за тем что происходит в театре табакова было восстановление ревизора да старого спектакля очень успешного и владимир мошков и играл когда-то в 90-е годы в этом спектакле и сейчас играет и театр немножко реорганизуется но я поняла что вот так вот чтобы вдруг неожиданно и боровский сделал декорации до который давно не был по моему в театре и какие-то еще совпали вещи наверное это первое да но боровский он был и художником на ревизоре но все равно конечно это старое все таки правильно той декорации которая была так адаптация к новой большой сцене да это совершенно но тут тоже многие говорят что это тоже восстановление потому что когда-то в театре табакова много-много лет назад шел уже полоумный журден да полоумный журден да да где сам сергей шханович газаров который сейчас режиссер играл журдена михаил михаил хомяков который сейчас сыграл самого журдена играл мадам журден вот это этот спектакль к тому который был много лет назад не имеет никакого отношения вот я это понимаю потому что я же помню те фотографии этот спектакль заинтересовала театр на новом витке своей истории а вот скажи мне я думаю скажи мне пожалуйста яна мне просто интересно я вот сейчас в январе на старый новый год мы здесь прочитали тортюфа на латышском языке латышской компании актеров а с нами читал дмитрий крымов да 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 он придумал ход чтобы это было не скучно да в зуме и мы сделали эту читку я просто знаю что здесь в латвии мольер очень редко ставится тут с трудом вспоминали когда вообще это было с трудом мы нашли текста он даже не его нет в электронном виде он есть только в книге 72 года ну то есть это прям такая очень интересная история что на самом деле вот в латвии мольер как то вот не очень а в москве вот я помню тоже да это же очень популярный текст и многие известные режиссеры ставили митя что ты думаешь почему я тебя спрошу почему он в москве попали почему это вообще интересно и почему ставят мольер он потому что он театральный что в нем такого интересного я на я тебя спрошу почему ты думаешь что в риге он не ставится но мне кажется вопрос менталитета потому что там тот же мольер это могут сказать про москву и про тоже манреаль понятный французский город да но это франк франкоговорящий манреаль французский театр манреаль очень любит мольер обращаться мольеру и если сравнивать сейчас как бы не то же с латвией сравнить английский театр и французский театр он как бы такой ну более не что либо может быть выразительно чем английский английский такой более бытовой и мне кажется он более текстовой он очень сосредоточена тексте в английском английское да да ну конечно wrong реали есть чуть-чуть да но более текстовой согласен да и то же самое кажется москве чтобы народу как бы и расслабиться отключиться от всего происходящего То есть манер всё-таки это праздник, как правило. То есть, конечно, ставят по-разному, его можно поставить. Но я вот сейчас говорю по последнему, что я видел про наш спектакль. Это действительно спектакль-праздник. То есть мне кажется, что просто народу хочется праздника чего-то яркого. А вот насчёт Латвии у меня есть соображения? Поделись, нет, поделись. Нет, просто мне кажется, что как бы Латвия тоже будет праздник. Но иногда требует больше сдержанности какой-то. То есть почему там, не знаю, или какой-то там графичности. То есть почему, может быть, Боицек, тот же Чехов любит ставить. Действительно есть много и переводов, и вариантов. А Мольер, мне кажется, просто по менталитету, может быть, не совсем совпадает. То есть может ставить, не знаю, там Ларса Норрена. Я уверен, что наверняка, я не знаю, но я уверен, что Ларса Норрена ставили в Латвии. Хотя я сейчас не гуглю ничего, но вот я так вот думаю из драматургии. То есть Ларса Норрена, я уверен, что прямо регулярно, мне так кажется. Более немецкая культура здесь, конечно, менее французская. Да, немецкая, северная, да-да-да. Мить, но у тебя же есть опыт работы в Латвии? Маленький, но есть. Я не могу есть, да. Ну расскажи, пожалуйста. Для меня это более ожидаемо. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт. Эта премьера была два года назад, да? Летом два года назад. Лейпайский театр. Ну расскажи, пожалуйста. Ну, Вишневый сад поставила Дита Луриня, актриса национального театра, также режиссер. Вот, ну просто может, как будто в Риге знают ее как актрису, естественно, как режиссера. Ну вот, да, поставили Чехова, Вишневый сад, такая как бы история современная, наверное. Но Чехов, он всегда современен, да, то есть он безвременен. А ты писал для этого спектакля музыку? Я написал музыку, да, я писал музыку, то есть вот мы сидели, как бы я писал музыку, ребята репетировали. Это была совместная работа, да, в процессе подготовки спектакля. Это не то, что ты какую-то отдельную музыку написал, и ее использовали в спектакле. А Митя как раз это его особенность, что он всегда сидит на репетициях спектакля, которым он пишет музыку. Ну, старается. Да, в основном, да, в основном. Потому что, скажем так, когда ты сидишь на репетиции и видишь, куда идет сцена, как она дышит, и сам спектакль, как он рождается, как он меняется, как ищется. Мон, звучание спектакля и каждой роли в отдельности, это тоже влияет на, в общем, замысел композитора. Ну, и тут была такая же работа, если про работу говорить, что действительно мы его создавали на месте, то есть это Эдита, и у нас был хореограф Александр Лимин, тоже из Москвы, кстати, приехал. То есть мы... Тоже актер театра Тубакова. Тоже актер Тубакова, кстати, да. Вот, и мы действительно как бы там это создавали с артистами Лепецкого театра, которые, ну, прекрасные, конечно же, артисты замечательные. И вот, то есть как бы здесь и сейчас, да, то есть, конечно, был какой-то концепт, с которым мы начали, а дальше уже на месте уже. А как ты оказался в этой команде? Ой, я оказался в команде, потому что мы просто дружим с Дитой, ну, как с семьями, да. С кухни на улице Ивана Бабушкина Дмитрий прямым ходом уехал в Лепу. Мы просто очень дружим с Дитой еще со времен моей работы в Риге, когда мы были, был период моей работы с Галей Полищук, я в это же время, она работала с ребятами в Национальном театре, и вот мы все перезнакомились, передружились, и это, в общем, дружба продолжается до сих пор. Передаем привет. Огромный, огромный, огромный привет, уважение. Вот, а с Дитой, да, мы просто очень дружим, и она регулярно приезжает в Москву посмотреть, так она выбирает и так скопом сразу смотрит много-много-много-много всяких спектаклей. И самое смешное, что было, что Дита приехала на очередной раз посмотреть спектакли, и случайно встретила в Амхате, по-моему, и отправлена какой-то спектакль, и говорила, Дит, надо посмотреть, я вообще не помню, как, какой. Она встретила Хербертса на спектакле, и он говорит, «Слушай, а ты не хочешь поставить вишневый сад? Такое дело, значит, вот, да, хочу». То есть двое латышских деятелей, двое латышских деятелей культуры встретились в Москве в Амхате и решили сделать вишневый сад. Чудесная история. И Дит пошла к нам, говорит, «Слушай, я тут встретила, говорю, класс, Дит, здорово, а слушай, а вот музыку не хотел бы ты написать? Потому что она там, ну, тоже слышала что-то, спектакль смотрела, говорю, да, давай, ну, всё, там через, там, не помню. А что вы меня не взяли? Это был выпуск, у тебя моя прекрасная леди, сигалка. Да, да, правильно, конечно. У меня наверняка был выпуск. Яна, ну вот расскажи мне, пожалуйста, ты из Риги, ты выросла, родилась и выросла в Риге. Да. И ты из Риги теперь, теперь уже сколько лет, ты сколько уже лет в Москве? Да, я из Риги, и, в общем, честно, мой дом Рига. Я считаю своим домом Ригу, когда я говорю дом, это имеется в виду всегда и только Рига. А в Риге у тебя мама? Мама, папа, сестра, но, пафосно скажу, душа моя тоже в Риге, но я тут недавно буквально, прям совсем недавно сказала, Митя, ты знаешь, что я поняла, что я живу в Москве большую часть своей жизни уже. То есть вот эта вот часть, она пошла перевешивать, да, по времени в Москве? Да, она сейчас по времени уже начинает перевешивать. Четыре года я училась здесь, 15 лет. А, нет, еще надо чуть-чуть. Нет, еще, нет, еще все-таки. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Еще пока там, да? Скажи, ты поступила ведь на курс, на так называемый, ну как он правильно так называется, был специальный набор из Риги, курс Олега Павловича Табакова, да? Это курс Табакова, на котором училась в числе огромного, большого курса, в том числе там было нас 12 человек рижан, да, из Риги. У вас было 12 человек рижан? 12 рижан, да, всего нас было 28. Это был такой большой курс, да, у вас? Огромный, был огромный курс, да, огромный курс. Скажи, твои однокурсники вернулись в Ригу и работают в Риге? Ну, мы все вернули, скажем так, из 12 нас вернулось, по-моему, 9 человек нас вернулось. Да, сейчас в Риге остались работать прекрасные актеры Анатолий Фетчин, Евгений Корнев, Евгений Черкес, Дарья Фетчина, она, наверное, теперь уже. Это работают в Рижском русском театре? Вот они остались работать в театре русской драмы. Теперь он называется Рижский русский театр. Да. Вот, и все это твои однокурсники? Да, мои прекрасные, талантливые, очень однокурсники. Хорошо, а ты осталась в Москве и стала работать в театре Табакова? Нет, я отработала в Риге, как должна была, там же был свой договор, что мы должны были после окончания школы-студии МХАТ вернуться в Ригу и отработать три года. Как вот раньше, это, видимо, было по распределению. Я, как мне кажется, честно отработала три года в театре Рижском и уехала в театр, о котором мечтала всегда, в театр Олега Табакова. То есть сердце осталось в Москве, когда ты вернулась в Ригу, или как? Я просто сразу с первого курса поняла, что я мечтаю работать в этом театре. Это же, ты же тоже знаешь, как это происходит. Это вопреки, это нерациональное решение. Это первая моя влюбленность в театр Табакова. Это было, конечно, абсолютно эмоциональное притяжение к этому театру, когда я просто увидела спектакль. А скажи, ты помнишь, какой спектакль ты первый увидела в подвале? Это подвал же был. Да, конечно, это «Матросская тишина». Понятно. «Матросская тишина», 90-е годы, да? Я помню физические свои ощущения, физические, физиологические, эмоциональные свои ощущения. Мы сидели, они играли, это была на Таганке, Содружество актеров Таганки в этом зале. Я сидела где-то там на лестнице, на балконе, потому что мест не было. Да-да, я была администратором в то время. Вот, Жень, может быть, ты меня и купил. Я думаю, да, потому что именно вот этот блок показов на Таганке, это мой период времени работы в театре, потому что мы... Вот, я там сидела на верхних ступенечках на лестнице. На балконе, да. Рядом с ещё одной будущей актрисой театра Олега Табакова, тоже бывшей рижанкой Аленой Лаптевой. И мы смотрели абсолютно потрясённо этот спектакль. Я только не могла понять, а когда уже выйдет Машков? Я была удивлена и думала, ну, странно, просто когда берут, ну, когда такой актёр, в общем, он известный. Ну, странно, что он так долго не появляется на сцене. Просто мы ещё знаем, что спектакль не очень длинный. И тут у меня вдруг минут через 20-30 зародилось какое-то подозрение. Мы же студенты, денег на программку не было. Я так помню, какой-то зрительница, простите, вы не могли бы, можно программу? И так Лаптеву пихала в плечо. Ален, что? 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 Я говорю, Ален, ты знаешь, кто Машков? Кто? Абрам Шварц. Абрам Шварц, да. Скажи мне, пожалуйста, и вот всё, и ты после этого поняла, что это тот театр, в котором ты хочешь работать? Да, поняла. Да, поняла. До момента, как тебя уже туда взяли на работу. И тогда ты обрела покой, да, свой актёрский. А я почему-то сразу знала, что я там буду работать. Вот это такая, наверное, ужасная, нескромная, чудовищная наглость. Просто мы туда приходили всё время, как студенты Олега Павловича, ну, как это наш мастер, это его театр. Актёры этого театра у нас преподавали в том числе. И было вот сразу ощущение, ты приходишь в театр, и ты сразу понимаешь, что это твой театр, твой дом. Это вот театр. А когда я закончила работать в Риге и приехала уже как актриса театра Табакова в Москву, пришла на свой первый сбор труппы, я сразу поняла, что я просто... Ну, просто меня здесь очень ждали всегда, вот я должна была тут быть. Вот такое было ощущение. Ну, хорошо. И теперь у тебя там уже несколько... Много ролей, ты много очень играла. Я помню, ты же у Богомолова какое-то время играла, когда Костя работал в театре, да? В нескольких спектаклях была занята. Ну, я у Кости играла прямо, я бы сказала, даже в семи спектаклях у нас. Огромная история была связана с Костей, огромная история была нашей жизни. И моей его мы очень много работали, да. Просто потом он... В какой-то момент он просто ушёл в Амхат. Его стала интересовать больше та площадка. Ну, просто она... Большая сцена. Да, не было, да, не было большой сцены, поэтому наши как-то так вот творческие пути разошлись. Скажи, а ты попала вообще в театр? Ты росла в семье, в которой театр любили. Ты тоже знала всегда, что ты будешь актрисой? Мама моя сейчас как раз, я так думаю, слушает этот фильм. На югле сидючи. Конечно, в нашей семье, ну, у меня, как мне кажется, интеллигентная, прекрасная семья, но я не сказала бы, что в нашей семье любили театр как-то особенно. Наверное, это было такое... Ну, часть общей культуры, да, так вот? Да, спокойно, да, без особых, скажем так, без резких углов. Но мама почему-то, да, в какой-то момент, в какой-то день нашей жизни вдруг закричала. Я вообще мечтала быть медсестрой, была уверена, что я и буду. И пока мама не разрушила мою медицинскую карьеру, закричав из кухни страшным просто каким-то криком. Яна, иди сюда! Яна, Яна! В общем, я бегом ломанулась туда, что случилось. И она мне протянула газету, Рига Спалс, по-моему, это было. Там печатали объявления. В том числе, в числе объявлений было о наборе театральную студию при молодежном театре. То есть было такое ощущение, что я маму каждый день спрашивала, каждый день вечером спрашивала, что, мама, объявления не было? То есть мама определила твою судьбу? Получается, что так, за что я, кстати, безумно благодарна. Значит, что-то мама понимала про меня, что она, видимо, понимала, что театр – это единственное место, где я могу быть счастлива. Хорошо, но ты вот сказала, что ты хотела быть медсестрой, но ты же стала доктором. Да, я стала доктор-клоуном, и получилось, что я и ту мечту свою осуществила. Но расскажи, почему вот этот выбор, почему ты вдруг решила этим заниматься? Это же тоже уже давно в твоей жизни, благотворительный фонд «Доктор-клоун». В моей жизни, к сожалению, сейчас, скажем так, уже много лет я сама как доктор-клоун не работаю уже. Ну, ты все равно очень много делаешь для этого фонда. Да, это такая история. Просто мне кажется, каждый человек, когда находит возможность помогать, когда ты находишь что-то, где твои умения могут быть полезны, ну, как ты можешь это не использовать? Глупо не использовать, глупо это не делать. В этом плане как раз актеры и вообще люди творческих профессий, очень, это, скажем так, эта ниша, где бы ты мог быть полезен, она очень-очень большая. Очень широкая. И скажи, вот то, что это движение здесь есть в Латвии, ты тоже к этому как-то причастна? Ну, это я просто, может быть, причастна только в том плане какого-то первого волшебного пендаля, да, потому что когда-то много лет назад мы встретились с Павлом Гогнидзе, и он сказал, что вот есть фонд Петра Авина, который готовы вложить, я так понимаю, большую сумму денег в какую-то хорошую идею, благотворительную. Вот, и мы как раз были с Амхатом, с нашим вишневым садом, мы были на кастролях в Риге, и мы встретились с Пашей, я сказала, ты знаешь, я просто, может быть, предложу тебе совершенно неожиданную идею, о которой в Риге, наверное, еще не слышали, только выслушай меня спокойно. Вот, рассказала про вот эту вот больничную клоунаду, про докторов-клоунов, про это движение, которое в мире насчитывало к тому моменту уже больше 20 лет. Вот, и Паша, надо отдать ему должное, тоже этим безумно заинтересовался, вот, включился, потом он нашел Мариану и Ренату, которые сейчас, я так понимаю, возглавляют рижских клоунов, которые приехали к нам в Москву. Учились вместе с вами, да? Ну, они, они, они смотрели, погружались, впитывали, учились, понимали, вот, после всего этого они подготовили, я так понимаю, огромную презентацию, и, в общем, возглавили этот фонд, который грандиозно работает в Риге. это работа, это работа, я просто объясню слушателям, которые нас слушают, это больничные клоуны, это актеры, которые умеют и имеют право, и знают какие-то определенные условия, там, в области психологии, взаимоотношения с детьми, которые находятся в больничных палатах, да, приходят и помогают детям найти свое хорошее настроение, да, в ситуации одиночества и потерянности. Да, в ситуации стресса, дети, вырванные из своей обычной жизни, находящиеся в таких, это называется, тяжелые жизненные обстоятельства, которые связаны и с болью, и с физическим очень плохим самочувствием, и с, конечно, это очень эмоционально тяжело для всей семьи, не только для ребенка, Да, и доктора-клоуны, это клоуны, которые приходят и валяют дурака. Это больше, чем просто развлечь, это больше, чем просто развеселить и помочь как-то провести время, то есть это не аниматоры, это профессия, которой действительно нужно учиться, учиться постоянно. Это помогает ребенку найти эмоциональную разгрузку, да, в этих трудных условиях? Там огромное количество, чему это помогает, это и эмоциональная разгрузка, это и сублимация страхов и болей, да? Да, ну вот представьте себе, что вот есть ребенок, который живет потрясающей своей какой-то жизнью, со своими детскими восторгами, удивлениями, со своими детскими обидами, ссорами и так далее, но это опасает нормальная жизнь. В один день он начинает себя плохо чувствовать, потому что доктора-клоуны работают, чаще всего с тяжелыми диагнозами. Его вырывают из его жизни, засовывают в больничную палату, вокруг него тут же возникает огромное количество табу, запретов, этого нельзя, это невозможно, это запрещено, никто не спрашивает, чего ребенок хочет, никто не спрашивает, чего он не хочет. Все нацелено, все, что в мир вокруг ребенка, теперь нацелено на одно, его спасение, его жизни, выздоровление, реабилитация и так далее. К сожалению, врач не может не сделать ему больно, если нужно сделать этот укол или манипуляцию, что угодно. Получается, что помимо всего, воля ребенка больше не имеет значения, его желания больше не имеют значения. И он оказывается, это тяжелейшее психологическое состояние, тяжелейшее, из которого не всегда да, и очень часто психологи не могут помочь ребенку выйти. При этом всем еще находятся чаще всего рядом родители, которые как бы не скрывали свое эмоциональное состояние, вы понимаете, да, что это очень сложно. Ну да, свои переживания. Он это чувствует на каком-то подкожном уровне. И вдруг открывается дверь, и на пороге стоит что-то, какая-то энергия, какое-то существо, которое в больнице быть не может. Это не клоун, он не может быть в больнице, он не отсюда. И клоун, если мы посмотрим вообще всю историю клоунады и клоунов, великих клоунов, клоуны, они всегда лишние, клоун всегда дурак. Мнение клоуна никогда никого не интересует, воля клоуна никогда никого не волнует, клоун всегда попадает, садится мимо стула, ему больно, потому что его всё время кто-то лупит. И получается мистическим образом, что мироощущение клоуна, как вот энергии клоунов в мире, абсолютно идентично мироощущению ребёнка, оказавшегося в больнице. И больничный клоун, он становится альтер-эго этого ребёнка. И это ещё, он как бы переключает внимание. То есть это вопрос, опять, тоже так, как всё рассказано, что ребёнок вместо того, что внимание на себе, то есть то, что у него запрет, это боль, это траль-валь, он переключает внимание на этого клоуна, как бы, и в этот момент тот же врач, медсестра могут сделать какие-то манипуляции, потому что, ну, были такие случаи, и ребёнок даже может не заметить. Вы отвлекаете в этот момент, да, он понимает, что он такой не один. Да, 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 да. Ну что, ребят? С терапевтической точки зрения это какая-то потрясающая история, которая работает на 100%. Ну это доказано, есть научная работа. Ну что, значит, в Латвии есть такой фонд, который занимается вместе с актёрами, благотворительный, поддерживает в больницах тех детей, которым очень плохо, и поэтому мы сейчас на радио об этом скажем. Да, и я вам так скажу, что ребята из Докторс Клаунс, они, когда мы жили в открытом, прекрасном, открытом доковидном мире, в России есть такая история, как Игры Победители, это международные соревнования для детей, перенесших и вылечившихся от онкологических заболеваний, именно поэтому они уже победители. Игры Победители, это международная, опять же повторюсь, история, туда приезжают команды в огромное количество стран, в том числе Латвия, и рижские доктора-клоуны, такой десант, всегда приезжают на эти Игры Победители, потому что детей там сотни, и мазвити одни не справляются. И я вам скажу, это очень крутой уровень этих ребят, как они работают с детьми, особенно когда я знаю, вроде когда была где-то там у самого Истока стояла и видела вот их первые шаги, и смотреть, как растет их профессионализм, то есть они стали какой-то очень серьезной благотворительной организацией, очень серьезной профессиональной, что очень важно. Яна, есть чем гордиться? Тебе приятно это понимать? Да, да, да. Они молодцы. Да, хорошо. Спасибо. Ну что, и какие, ребят, какие у вас, мы так быстро проговорили, мне кажется, но мы сказали об очень важных вещах. Я очень хочу узнать, Яна, что у театра, потому что здесь вот все закрыто, актеры не работают, театры закрыты, не 25%, не 50%, не сколько. Я так понимаю, в Москве уже разрешают, 50% вы работаете, да, зрительного зала. Да, мы вообще, я так понимаю, в какой-то потрясающей, на самом деле, по сравнению с многими историей, потому что, когда вот ребята из Риги, Наташа Живец, вот актриса русского театра, там ребята латышские, когда пишут, поздравляя с премьерой, на мои там фотографии в соцсетях пишут, как здорово вы играете, как здорово. Я вдруг в этом почувствовала какую-то такую тоску, потому что я не могу представить столько времени сидеть, не выходя на сцену, это, конечно, это страшно. Мука для актера, это ужасно. Актер должен выходить на сцену, конечно. Да, мы играем, вот у нас сейчас разрешили 50%, разница колоссальная, вроде кажется, да, 25-50, разница просто колоссальная. Уже кажется, что зал полный почти, да? Да, да, да. Да мы тут, да, недавно с ребятами обсуждали, что когда их сядет 100%, мы, наверное, сразу испугаетесь. Уже представить это уже невозможно. У нас есть спектакль, да, вот после нашей премьеры «И никого не стало», это то, что Владимир Львович поставил по роману «Агата Кристи» и «Мольер». Это спектакли, которые никогда не игрались на 100% зал. Это уже спектакли ковидные. Скажи, а вы работаете сейчас в основном на новой площадке, да, на Сухлевке? Мы работаем на обеих площадках, на обеих, просто мы очень надеемся, все держат кулаки, мы очень надеемся, что в конце этого сезона наша историческая маленькая площадка, сцена на Чаплыгина наконец-то будет закрыта на ремонт, который этому театру очень нужен. Ну, да. Сколько лет уже она работает? Да, да, да. У меня вот какой вопрос. Ты говорила о том, что актеры не могут выходить на сцену. И даже не вопрос, я хотела поделиться с тобой, потому что твой однокурсник Толя Фечин, сейчас я его затянула в онлайн-историю. Мы делаем инстаграм-сериал по пьесе Полины Бородина. Полина Бородина, она одна из арт-директоров фестиваля «Любимовка». Вот она написала пьесу про Красноярск. Прислала мне, я ее прочитала, и мы сейчас делаем инстаграм-сериал. Так что Толю Фечина, жди, он скоро появится в этом инстаграм-сериале. Да. Да, называется Мешс Лес. Вот такой детективный сюжет. Нет, 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 он называется двумя словами просто одновременно латышским и русским. А Мешс Лес? Да, мы так решили сделать именно для того, чтобы не терять той связи с Красноярском, так скажем, с тем лесом тоже. Вот, и очень-очень буду рада, если ты посмотришь, и Толе скажу, что вот ты будешь зрителем этого. Нет, я посмотрю обязательно, да, я посмотрю обязательно. Ты знаешь, что мне очень всегда интересны все читки, которые делаются, вот, делаешь это, конечно, интересны. У меня есть ощущение, что все, что связано с театром, культурой, это такая живая субстанция. объединяющая, объединяющая история в мире, который стремится разорвать все человеческие отношения, которые только можно. И мне кажется, в этом плане театр, как ничто другое, вот именно театр, как ничто другое, потому что все равно связано с действием, да, с каким-то сопереживанием. С отношениями между людьми и между людьми теми, которые на сцене и теми, которые в зале тоже. Митя, а ты вырос в театральной семье? Да, у меня как раз это не так, как у Яны. У тебя все было предопределено. Но при этом ты стал композитором. А вот, чтобы чуть-чуть немножко отличаться от всех, чтобы быть. Не, ну так получилось, я не планировал ни композитором быть, как-то так произошло случайно, именно потому что я рос в семье, то есть я в какой-то момент я учился в университете на политолога и культуролога, но культуролог, это, наверное, как филолог, наверное, здесь такая аналогичная история. И что-то там, это было в Монреале, репетировал папа в тот момент как режиссер, и я что-то приходил к ним на репетисты практически, что-то пришел, слушайте, а вот я там что-то там сделал, может, хорошую может поставить музыку на эту сцену. Он говорит, о, да, прикольно, да, давай, почему нет. Ну, что-то еще, значит, ну, я так сам всегда музыкой любил заниматься, у меня школа музыка, на кларнете играл, значит, еще что-то, раз-раз, и, то есть, так вот, это не было запланировано, просто я написал музыку к одному спектаклю. Просто решил помочь папе. Да, но причем, он не то, что меня просил, меня никто не просил. Да-да-да, ну, ты сам решил. Я как бы так вот сначала одно, и вот уже, когда там было, там 3.4 появилась вещь, говорит, ну, давай уже надо, как бы, тогда заканчивать, что нам тогда лезть в подбор, раз ездить. И так я случайно написал симфонию, да? Не, ну, симфонии нет, симфонии еще далеко. Вот, и то есть, это так и пошло. Сначала с ним работал, потом кто-то, еще какие-то режиссеры стали звать в Монреале, и вот как-то так вот получилось, что я тянулся. Я вам, ну, последок задам один очень странный вопрос, потому что нам надо заканчивать, время идет. конечно. Яна выросла в Риге. Митя, ты вырос в Монреале. Да. И вы вдвоем теперь живете, в Москве. Вот как так складывается жизнь, по-вашему, что вас туда тянуло, чтобы вы встретили друг друга? Да! Говори, да! Никогда бы я не жил в Москве, если бы не Яна. Да, мы очень смеялись, потому что Митя, потомственный москвич, там мы считали в каком-то уже, в каком-то там поколении, и Митя, в общем, жил, уехал ребенком в Монреале, должен был и собирался жить там. Я сказала, вот так мы, латыши, и возвращаем вас, русских, домой. На историческую родину. Но при этом вы долго, ведь вот вы все это время, что вы вместе, вы часто ездили в Канаду, и я видела, что вашим фотографиям, что Яна там занималась много. Мы ездим и навещаем, но я даже работаю, то есть я продолжаю, сейчас как бы тоже, там проекты все сейчас на паузе, мы тоже онлайн делали, читку там, музыку даже писали для онлайна. Да, в Монреале тоже ситуация, как в Риге тоже закрыто все. то есть, конечно, то есть я продолжаю там работать, просто, скажем так, на более короткий проект я летаю, который, в английский театр, который репетирует быстро, но эффективно. Французские любят, как мы, застойный период, посидеть, там, значит, поболтать, давайте. Не поболтать, а наполнится смыслом. Поболтать. Хорошо. Давайте вот, Яночка, на этих словах наполнится смыслом. Да. Я вас очень благодарю и очень надеюсь, что мы как-то увидимся и не раз, и увижу ваши спектакли, и поеду смотреть Вишневый сад, который мне так и не удалось увидеть еще в Лейпайе, потому что сначала было одно, потом другое, потом все вот тоже не играется. Очень надеюсь, что все-таки его можно будет еще увидеть в Лейпайском театре. И до встречи, ребят. И большой привет театру Табакова и всем, кого я там очень люблю. Да. И огромный привет Риге. Просто огромный любимому городу. Спасибо вам большое. Счастливо. Пока. Слава Богу. Пока. Мы знаем.